момент неумолим, мы переходим к следующему выступлению. Представляю вам Андрея Заякина. Что можно узнать о лженауке, проводя массовый анализ тестов? Да, всем добрый вечер. Не тестов, конечно, а текстов. Так, и это не очень мой доклад. А, вот это мой. Да, спасибо. Скажите, кто из вас не знает о том, что такое диссернет? Все знают. Очень хорошо. Кто из вас никогда не знал о том, что такое журнальный проект диссернета? Так, ага, это тоже хорошо, потому что мой доклад сегодня состоит из двух с половиной частей. Во-первых, я расскажу вам о том, что... Сейчас, как оно листает? Вот так. О том, что можно найти совершенно неожиданным образом, когда ищешь плагиат, вдруг находишь лженауку. И во второй части я расскажу о том, как плагиат все-таки скоррелирован и причинно-следственно связан со лженаукой. И в оставшейся части, если у меня хватит времени, я расскажу о некоторых тематических, скажем так, разновидностях лженауки, которые встречаются, когда перемалываешь через себя и через наш проект большое количество текстов, не тестов, и об отдельных конкретных случаях. Да, вот, собственно, эта картинка... Сейчас, а здесь есть указка? Где? Да, картинка показывает то, как, значит, если вы ловите рыбу, то вы можете поймать случайно, вот тем, кому не видно, значит, рака. Вот человек закинул удочку ловить рыбу, поймал рака. Вот примерно это происходит... Я все-таки так и не понял, как включается здесь. Здесь нет ничего красного. А, вот, все есть, да. Да, значит, что происходит, когда люди перемололи более 30 тысяч журнальных статей, то, что произошло в нашем журнальном проекте. Я в нем принимал достаточно косвенное участие. Основные его двигатели это профессор Ростовцев, Лариса Мелехова и Алексей Касьян, лингвист из РГУ. И при этом было найдено довольно много статей, которые содержат в себе напрямую плагиат. То есть это не является темой нашего сегодняшнего с вами сборища. Хотя понятно, что плагиат тоже явление ужасное, которое не дает жить нормальным ученым. Но меня сегодня попросили сказать про лженауку, да, и поэтому плагиат не является темой его рассказа. Но очень интересно, то, что когда через ваше сито проходит так много текстов, да, то, поскольку это все равно отсматривает живой человек все эти статьи хотя бы поверхностным взглядом, то не может не выселиться какое-то количество текстов напрямую лженаучных. И это на самом деле такой очень важный урок для всего сообщества, которое можно назвать словно просветителями, да, академическими активистами, просто неравнодушными, значит, студентами, аспирантами, учеными, то, что просто нужно элементарно много перерабатывать текстов, чтобы найти вот эти, ну, как будет, жемчужины наоборот, да, вот перлы, да, но в кавычках. И, значит, в данном случае давайте я просто покажу коллекцию, кунсткамеру разнообразных лженаучных находок, которые мы сделали просто развивая журнальный проект. Что такое журнальный проект? Мы брали, значит, самые разные журналы, делали из статей, там, допустим, подборки за несколько лет, да, этот большой, такую большую подревку из этих статей перемалывали в десерорубке профессора Ростовцева, находили в первую очередь, ну, вот здесь, к сожалению, очень плохое разрешение, вам не видно, такой признак некорректной редакционной политики, как банальный плагиат. Он здесь идет вот под номером, значит, 3 в этой табличке, чего вам здесь, к сожалению, не видно. Помимо этого анализировалось много других признаков некорректной редакционной политики, такие как платность публикаций, такие как скоростные публикации, да, значит, требования авторецензии, то есть когда человеку предлагается предоставить вместе со своей статьей еще рецензию на самого себя, подписанную у знакомого профессора, значит, или там подписанную за денежку и так далее. Ну вот среди этих признаков в какой-то момент выкристаллизывался еще такой, как наличие псевдонаучных статей. Опять же, вот здесь у меня приведена статистика, которую вы, к сожалению, не можете разглядеть, потому что как-то я не соотнес, да, то разрешение экрана, который у нас будет, и масштабность этой аудитории. Их не так много, поэтому в данном случае, к сожалению, я не могу радостно воскрикнуть, ага, мы видим корреляцию между количеством статей с плагиатами и статей лженаучных. Ну, во-первых, когда у вас показатель равен единице или двойке, да, то тут смотреть на какие-то корреляции очень проблематично, да, потому что выборка пока что очень маленькая, да. Во-вторых, на самом деле, я-то знаю, что вот как раз здесь, среди тех журналов, в которых мы эти псевдонаучные статьи нашли, самые многочисленные по плагиату журналы отсутствуют. То есть у нас есть журналы, в которых есть 100 статей с плагиатами, есть журналы, в которых есть 150 статей с плагиатами, максимум там 170. Вот, таких здесь нет. Ну вот давайте я вам просто в качестве таких забавных экспонатов, и для того, чтобы пробудить ваш интерес к журнальному проекту, чтобы вы зашли на наш сайт, полистали его, поразвлекались, просто подемонстрирую, что таким образом находится. Ну вот, допустим, журнал «Сервис в России и за рубежом», издаваемый университетом, прости господи, туризмом и сервисом. Вот, и там печатается такая замечательная работа, говорящий по-русски «Крест Майя» про то, что на небесных телах, на Земле, на Луне, на Марсе находятся русские надписи. Вот тот же самый автор, с подходящей для такой деятельности с фамилией Чудинов, значит, опубликовался еще в каком-то «Сервис Плюс» по поводу геоглифии. Ну тоже, опять же, про надписи на русском языке и, внимание, русология, как комплексная наука о Древней России, опубликована в журнале «Сервис Плюс». Да, ну пойдемте дальше гулять по нашей кунсткамере. Значит, ну вот такая более, пожалуй, витиеватая статья, на которой написана действительно большая серьезная академическая рецензия про генетический портрет литовских татар и феномен монгольского завоевания в XIII веке, где автор делает некоторые экстраполяции на основании генетических данных по живущих сейчас в Литве татарах и живущих сейчас в Монголии в Монголах. Ну что-то еще веселенькое такое. Вот, лингвистика, пожалуйста, опубликована в Вестнике Академии Наук Чеченской Республики. Кто еще не знал, у нас еще такая академия есть. Да, русское слово «седой» происходит от чеченского слова «сиеда», то есть «звезда». Там им чудесно. Ну, а традиционные уже, лет 30, как разные товарищи про это пишут, структура воды. Вот просто классика жанра. Опять же, я думаю, что покуда мы не порылись в этом Вестнике новых медицинских технологий Тульского госуниверситета, вот никто, ровно никто, эту статью не читал. Собственно, откуда мне хочется призвать всех желающих кого-нибудь просвещать, включаться в журнальный проект диссернета волонтерами, потому что вам вот ратье, значит, вот во всей этой российской, в кавычках, научной макулатуре может доставить много минут такого веселого удовольствия, когда вот вы находите что-нибудь, например, про там вращающуюся вселенную, скомпилированное из там научно-популярных книжек, причем плохо, бездарно и неграмотно скомпилированное, да, и просто по факту неправильное, или, значит, вот, пожалуйста, там, история, начало Руси по германским, по германским источникам, тоже, а, вот, войно, известный персонаж с его нооскопом, здесь, к сожалению, еще раз, никто не написал, хотя, опять же, желающие подключиться такой вот веселой борьбе с лженаукой, ну, вполне себе серьезной, да, веселой, там, веселой, эмоционально, но серьезной и содержательно, нам благоволят писать рецензии в своей области, в том, чем они разбираются, и тем самым украшать наш сайт, то есть, вот, собственно, эти рецензии, они все впервые публиковались на сайте. Я вижу, что я ужасно, значит, перебираю регламент, да, вот, давайте, до листа еще, вот, прекрасное совершенно, число пи равняется 20 корнями из двух, деленным на 9. Вот, и все это, понимаете, все это было нарыто совершенно случайно, как тот самый рак, который попался на удочку товарищу, пошедшему ловить рыбу. Да, молодежная гендерная культура и так далее, вот, заходите. Да, в оставшееся время, что я хочу сказать, что есть еще другой тип плагиата, другой тип лженаук, который мы ловим благодаря массовому анализу текстов. Это подлог данных, когда вместо мяса ставится шоколад. Я посчитал вчера, у нас 95 кейсов, как минимум, документированного такого подлога данных в диссернете. Ну, дальше, опять же, уже можно просто смотреть по конкретным диссертациям, где происходят всякие, всякие бритки. Вот пример того, что такое мясо-шоколад, да, взяли диссертацию по кондитерской промышленности, переделали в мясоперерабатывающую. Или то же самое, взяли кровь, стала лимфа. Это к вопросу о том, что, несмотря на то, что мы в основном ловим плагиат, определенные вещи вполне себе могут квалифицироваться здесь, как лженаука. И один из любимейших примеров, как жужелицы Молдовы с жужелицами Дагестана. Поэтому, собственно, были вынесены на обложку моего доклада. Вот, пожалуй, теперь по отдельной кейсе совсем-совсем быстро. Ну, вот вчера утвержденные с перевесом в два голоса, в два голоса, на президиуме ВАК, кейс про то, как коров диагностировали по методу Фолли, это измерение электропроводности ткани, и лечили иглоукалыванием. Вот ВАК это утвердил. Все, что вы хотели знать о ВАКе, да, даже вам не нужно никого Мединского. Ну, пожалуй, все, здесь я уже перебрал время, у меня были отдельные перлы из Мединского, из генерала Мухитова, который открыл новое фундаментальное энергоинформационное взаимодействие, а академик Трубников, причем это не какой-то академик типа Мединского, это физик нормальный, утвердил нелишение генерала Мухитова докторской степени. Все, буквально 30 секунд. Забавное наблюдение, что вот когда мы строим такой график, где много плагиата, где мало, в каких специальностях, ну, также можно выделить типологические особенности той лженаук, которая встречается в ходе диссеринат-анализа всего этого. В экономике типичная лженаука, которая всплывает, или там псевдонаука, или ненаука, назовите как хотите, всплывает по типу мясо это шоколад. Стандартно. Вот есть такая наука как псевдопедагогика. Вот если я начать читать эти диссертации, то помимо того, что они списаны, это просто какая-то шизофазическая речь с точки зрения нормального человека. Вот. Юриспруденция не наука. Имеет другой вид. Это переписывание банального учебника. Да. Значит, в медицине это тоже мясо это шоколад, крысы это люди. То же самое в биологии. Жужжу, Львседагестан. Вот. Ну и все. Собственно, а дальше у меня практическое предложение. Вместо того, чтобы говорить, приходите, друзья, к нам волонтерить, давать рецензии на статьи содержательные и давать рецензии на диссернет-анализ публикаций, при этом находить всякие веселые веселости из лженауки. У меня все. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Продолжение следует...